24 января в зале городской администрации состоялось совещание с участием руководителей муниципальных, межрайонных и республиканских служб, расположенных на территории города. Присутствующим предстояло заслушать отчет о деятельности Центра занятости населения города Хасавир за 2017 год. Совещание ввел первый заместитель глава администрации Бадыр Ахмедов, который, поприветствовав всех, предоставил слово директору Центра Атикад Гасановой. За оказанием услуг в содействии трудоустройстве за отчетный период в Центр занятости обратилось 2786 человек. Оказано услуг по трудоустройству 1830 человек. Из них на постоянную работу трудоустроено 539 человек. И за пределы республики для трудоустройства направлено 200 безработных. На временные работы трудоустроены 721 безработных. Проводилась работа по выполнению мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на территории города. Еженедельно проводились мониторины по вопросам увольнения работников в связи с ликвидацией организации либо с сокращением численности или штатов. Проводился мониторинг обращающихся в Центр занятости лиц, признанных безработными. Еженедельное взаимодействие с работодателями. За отчетный период за содействием в трудоустройстве в Центр обратилось 53 несовершеннолетних. Всем им оказаны услуги по профориентации и социальной адаптации. 18 трудоустроены на временные работы, 7 на постоянную работу. Что касается оказания различных услуг инвалидам, в этом направлении трудоустроено более 170 человек. Также Центром заключаются договора с образовательными учреждениями для оказания профориентационных услуг учащимся выпускных классов, отметила Гасанова. Ежегодно центром заключаются договоры со всеми образовательными учреждениями на оказание профориентационных услуг учащимся в выпускных классах. С целью ориентирования учащихся в первую очередь на получение начального профессионального образования, нацелить их на выбор конкурентоспособных, пользующихся спросом на рынке труда профессии, совместно со школами проводятся мероприятия, основной задачей которой является профориентация молодежи к труду, формирование выпускников осознанного планирования и выбора будущей профессии с учетом индивидуальных особенностей и склонностей каждого. А также и требования рынка труда. В этом отношении нашим центром проводится очень огромная работа со всеми учебными заведениями, средними, специальными. Вот недавно большое мероприятие в колледже сферы услуг у нас прошло. Также мы бываем, наши работники с учащимся со школы, когда к нам приводят в пожарные части, в военкомате, где идёт, значит, мы агитируем профессии военные, престиж, чтобы поднять военные, пожарные профессии. Они всегда идут нам навстречу и хорошо поставлены на совместную работу. В завершении Атикад Гасанова обратила внимание, что за прошлый год начислено и выплачено пособие по безработице на сумму 8 миллионов 550 тысяч рублей. В настоящее время на учете состоят более 700 безработных. На 2018 год сумма пособия уменьшилась на 2 миллиона рублей. По итогам отчета управляющим делами администрации Гаджиевым Магомедовым была зачитана постановляющая часть. Муниципальное образование Город Хасаюд, администрация Муниципального образования Городского округа Город Хасаюд постановляет принять к сведению доклад директора Центра занятий населения Город Хасаюд Гасанова Атикад Газанова за 17 год и считать работу художественной. Директор Центра занятий населения Гасанова Атикад Газанова принят меры по повышению численности работающих инвалидов трудососудного возраста. По более полному выявлению свободных рабочих мест и вакантных должностей с организацией плановых просвещений организаций предприятий расположенных на территории города. Продолжить работу по реализации мер по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Содействовать повышению трудовой мобильности незанятого населения, используя в этих целях социальный сертиф, общерестический портал работы в России, а также ярмарки вакансий. Царя Махайбулаева, Самад Гакаев, информационная программа Пульс.